Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы сосредоточимся на московском ЦСКА, который все-таки объявил о подписании новобранца. Наконец-то, потому что было много слухов, было много ситуаций, когда вот-вот должны были подписать футболисты, и казалось, что еще немножко и будет новичок, но в последний момент все срывалось. И вот, знаете, ЦСКА, которому действительно нужно укреплять состав, нужно расширять скамейку запасных, он казался коллективом, который, ну, если не проваливает зимнее окно трансферное, то, во всяком случае, ведет его неубедительно. Да, подписали Тамерлана Мусаева, все здорово, интересно, но вот дальше следующего шага не сделали. Хотя было нужно и защитника найти, наверное, и в центр поля кого-то подписать. Были, как я уже сказал, очень серьезные инсайды. Казалось, что вот этого паренька из Туниса вот-вот подпишут, но дальше что-то сорвалось. Зато сейчас все уже понятно, все объявлено. Игрок молодежной сборной Алжира, Айсауи, подписан, и более того, сегодня даже успел сыграть в матче против Химок в рамках третьего сбора ЦСКА. Давайте обсудим, что это за футболист, в какой роли он будет играть, на какой позиции, чем он полезен, чем он интересен, и стоит ли ждать от него каких-то серьезных свершений. Но сперва, хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, она делает просмотр футбола еще интереснее. На мой взгляд, это лучшее приложение к спорту, и сейчас у них есть отличный подарок для вас, для зрителей моего канала. Вы можете получить фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, на мой телеграм-канал, там вас ждут все инструкции, с помощью которых вы сможете получить тот самый подарок. Ну а дальше потратить его по своему усмотрению на официальном сайте этой компании, на их приложении. Там все удобненько, модненько, множество событий по видам, спорта самым разным. В общем, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена. Итак, Айсауи это опорный хавбек, который при этом может сыграть в центре поля. Во всяком случае, если мы посмотрим разные аналитические и статистические порталы, то именно так его обозначают. При этом хотелось бы отметить, что игрок он совсем еще юный, 19 лет, и в общем-то на данный момент про него сложно что-то сказать. Касательно его опыта в выступлении, касательно его стиля и всего остального. На уровне молодежной сборной Алжира он провел несколько матчей, смог даже забить гол один в шести встречах. Но при этом, к сожалению, какой-то более подробной статистики по этим встречам я так и не нашел. На клубном уровне, ну, на том же самом Трансфермарте вообще нет никакой информации. То есть, как видимо, в том самом Алжире, своим родном, он не был какой-то звездой и только начинал по факту свою карьеру. Только начинал выбираться на взрослый уровень. И это, ну, в каком-то смысле напрягает, смущает. Потому что одно дело подписывать, ну, например, Файзулаева, который все-таки в Узбекистане еще до переезда в ЦСКА успел как следует покуражиться, забивал, отдавал голевые передачи и так далее. И уже представлял из себя серьезную силу. А здесь, ну, человек, про которого толком ничего сказать нельзя, к великому сожалению. При этом, да, сделка, ну, скажем так, экономная. 250 тысяч евро заплачено за этого футболиста. Ну, копейки по нынешним временам. Контракт, насколько я понял, по гибкой системе. Два сезона гарантированы. Два, ну, скажем так, по согласованию при выполнении нужных условий. То есть, если Айсауи не потянет нужный уровень, ну, а в всяком случае, не придется ему слишком долго платить. В общем, не знаю. Пока что кот в мешке. Понятное дело, что здесь мы должны, скажем так, вспоминать важный нюанс. ЦСКА это команда, которая вот таких котов в мешке раз за разом нам презентует. И они в итоге становятся не просто котами, а котярами. Вспомните Бекао. Сколько было иронии, что это какой-то бразилец, которого с пляжа взяли. Не пойми кто. Пришел, оказался классным защитником. Сейчас вот в Италии выступает. И несколько лет там на серьезном уровне выступал. Файзулаев, опять же, многими воспринимался как сырой, недостаточно готовый игрок, который не факт, что сможет сразу себя показать. Вот, пожалуйста, лучший игрок первого полугодия. Поэтому, возможно, и здесь стоит довериться руководству ЦСКА и их трансферным решениям. Тем более, что все-таки, все-таки он выступал за молодежную сборную Алжира. Алжирская сборная молодежная – это сила. Потому что, сами понимаете, Алжирская Федерация любит собирать себе игроков из разных французских клубов. Там нынче, я не знаю, во французских командах половина состава – это алжирцы. То есть, по сути, алжирская молодежка может спокойно себе целую команду набрать из представителей французской лиги 1. А здесь человек, ну, достаточно много матчей сыграл за эту самую национальную команду. То есть, ну, показатель достаточно серьезный. При этом в свои 19 уже 173 см роста, крепкий парень, атлетичный. Неизвестно, конечно, сможет ли он вымахать до масштабов Вернблума, но под атлетичный футбол Федотова должен подойти. При этом футболист с потенциалом для развития, ну, наверное, в целом интересная сделка. И, кстати, в контексте этого слухи и сообщения о том, что Кучаев вот-вот должен перейти в парень НН, или уже перешел, там я уже запутался в этих слухах и сообщениях. Так вот, они играют новыми красками, потому что так-то отъезд Кучаеву мне казался странноватым, учитывая то, что ЦСКА не всегда хватало ширины состава и резерва. А сейчас, ну, в принципе, логика определенная появляется. Потому что есть Мухин с Обляковым, которые могут играть и ближе к атаке в опорной зоне. Есть Мендес из Дьеллар, основная связка в центре поля. И вот молодой паренек из Алжира. Главный вопрос, конечно, насколько этот молодой паренек без серьезного опыта на взрослом уровне сильнее, чем молодежка ЦСКА, собственно говоря, которая имеется уже в клубе. Местные ребята, которые тоже ждут своего шанса. В этом главная загвоздка. И учитывая то, что у ЦСКА действительно сильная система, сильная академия, много перспективных ребят, ну, мне кажется, что в идеале, наверное, в идеале, футболисты, которые подписываются из-за рубежа за реальные деньги, они должны быть опытными мастерами. Либо какими-то явными будущими суперзвездами, как Фейзу Лайф, чтобы оправдать свой трансфер и то, что они отнимают игровое время, в том числе у молодежи ЦСКА. Ну и да, как я уже сказал, успел Айсауи дебютировать в матче с Химками. Вот так все стремительно развивается. Ну, я не могу сказать, что он оставил какое-то серьезное впечатление. Заменил Мендеса. То есть здесь вышел в опорную зону. Ну, я не знаю, там уже в конце по факту команды доигрывали. Счет был 3-0. Но здесь сложно что-то сказать про него. Ну, наверное, обедни не испортил. Вот как-то так. Поэтому кот в мешке. По-другому я этого футболиста пока что назвать не могу.